всем доброго дня и опять сеткой знаете ли столько вариантов что невозможно остановиться то есть попадается модели интересную я еще вроде как не разобрала кое-какие сетки на машинке вот поэтому вот решила вот немножко изменить я интерпретацию скажем так узора сетки из двух накидов то есть очень много моделей попадается именно в таком расположении сетки то есть два накида идут друг на друга и я немножко как бы изменила количество рядов при вязании вот и еще начала когда вязать я поняла что можно еще вот эти вот у нас получается вот здесь три вместе то есть их еще можно связать скажем так в трех вариантах и узор получается по-разному то есть я вам ну наверное покажу все три варианта как можно сделать три петли вместе вот а вы когда уже сам если будете вязать вы посмотрите насколько вам подходит какой из этих вариантов и еще один нюанс надо быть внимательной внимательным при вязании этого узора так как если раньше у меня было четное количество рядов то у меня четко стояла там рычаги частичного вязания в одном положении так как здесь будет три ряда рапорт из трех рядов состоять поэтому обязательно надо будет менять рычаги частичного вязания то есть если каретка у нас стоит справа мы значит включаем левый рычаг частичного вязания правый отключаем если у нас каретка будет стоять слева значит мы включаем правый чистить правый рычаг частичного вязания и отключаем левый в процессе я буду напоминать то есть что мы делаем ну вы как всегда переносим с с двух иголок рядом стоящих петли то есть сейчас я буду переносить все это на одну иголку то есть у меня получается 3 вместе это первый вариант как можно сделать три вместе то есть я иду по очереди справа налево чтобы не запутаться да вот и разношу вот эти вот иголки то есть одну вправо другую влево у меня получается 2 2 иголки я освобождаю на одну и на одной получается у меня три вместе немножко мне мешается тут камер так дальше мы выравниваем эти иголочки чтобы у нас провязала каретка хорошо прокладываю 1 нас образовались накиды что мы делаем чтобы у нас провязались петли потому что у нас два накида вместе не про вяжутся мы выдвигаем какую-то иголку в переднее нерабочее положение то есть я выдвигаю левую всегда хоть так как у нас сейчас каретка у меня стоит слева то я выдвигаю правый ручек частичного вязания ставлю в рабочее положение левая убираю не рабочее положение и поэтому у меня сейчас образуется еще одни накиды а потом уже провяжем пошла у меня образовались накиды поверх вот этих иголок которые выдвинуты впереди не рабочее положение и дальше ряд готов следующий ряд все то же самое то есть опять вот где у нас получается две петли мы их опять также разносим разные стороны и повторяем когда у нас будет каретка стоять справа мы не забываем менять работу рычагов частичного вязания то есть мы их включаем то вправо то влево всем доброго дня наверно слушайте бесконечные возможности вывязывания сетки попадаться стало много изделий именно когда сетка расположена друг на другом такие дырочки расположены друг на другом вот и я решила попробовать как бы связать сетка это у меня из двух накидов ну немножко я интерпретировала прошлый вариант потому что там получается и между накидами там две петли получается у меня здесь одна и рядов 4 между как бы раппорт узора 4 ряда здесь у меня получается раппорт узора будет три ряда потому что мне хотелось чтобы вот эта перемычка она была не очень толстая скажем так вот так вот мне захотелось плюс когда начала вязать я поняла что вот эти вот три вместе которые у нас получается их можно сделать еще и тремя вариантами вот поэтому и каждый вариант он дает свою как бы изюминку данному узору я наверное все таки представлю все три варианта как можно сделать три вместе ну кто-то может быть еще какие-то варианты знают или вам понравится там один из вариантов и вы будете его вязать то есть когда вы попробуете вы поймете что вам нравится нюанс этого узора так как у нас рапорт идет три ряда нечетная да у нас получится что у нас каретка будет стоять то справа то слева у нас там по вязанию надо будет включать рычаги частичного вязания поэтому в каком положении справа или слева будет стоять каретка поэтому надо не забывать включать переключать даже скажу так рычаги частичного вязания то есть я надеюсь вы знаете где они находятся и как вязать это не знает и когда ты вяжешь ты должен это изначально узнать все все функции рычажков которые находятся на машине на silver у меня их немного на однофонтурной каретки что мы делаем как всегда мы переносим две петли то есть освобождаем две петли в разные стороны я делаю это все по очереди чтобы не запутаться когда какую иглу 1 какую петлю вернее 1 то есть я сначала левую на среднюю а потом правую у меня таким образом освобождается две иголки и на них будет образовываться эти два накида то есть вот этот три вместе это один из вариантов я перебросила все как бы петельки выровняла уголки чтобы удобно было провязывать каретки и первый ряд то есть у нас образовалась два накида теперь мы чтобы провязать следующий ряд мы выдвигаем одну из иголок то есть я выдвигаю левую то есть мы и выдвигаем в переднее нерабочее положение и вот тут теперь внимание да так как у меня каретка слева то теперь нужно правый рычаг частичного вязания выдвинуть на себя в рабочее положение а левый задвинуть чтобы у меня получились накиды вот этот вот и есть нюанс когда калетка каретка слева мы правы выдвигаем рычаг левый закрываем провязываем второй ряд нас образовались еще одни накиды и теперь третий ряд все мы закрыли у нас все провязалось следующий ряд или рапорта следующий рапорт мы 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 вяжем получается точно также единственное что когда мы провяжем первый ряд у нас каретка останется справа и мы тогда меняем рычаги частичного вязания это надо быть внимательным и не забывать то есть каретка у нас будет следующем рапорте справа мы включаем левый рычаг выключаем правый рычаг ну что хочу показать вам как можно еще сделать три вместе да если в первом варианте у нас средняя петля уходит всегда на лицо и будет идти дорожка из четкой лицевой петли то во втором варианте тут немножко будет ну по-другому смотреться да то есть дорожки вот это и не будет то есть получается как бы чередование у нас у нас пойдет 1 правая или левой как вы хотите да то есть что я делаю мне нужно чтобы у меня не средняя петля была на лице на лицевой как бы стороне даме не нужно это вот это вот четкая лицевая петля поэтому я что делаю я снимаю среднюю потом перебрасываю и и вот либо на правую либо на левую как вы хотите я переброшу ее на правую до затем я верну эти две петли на среднюю иголочку и потом добавлю вот сюда третью то есть у меня получилось что у меня если смотреть с лица у меня правая петелька будет стоять первое потом средняя а потом левая то есть вот такое очередование как бы друг на друга еще раз то есть я снимаю сначала среднюю петлю перебрасываю ее на правую потом их возвращаю на среднюю иголку и левую поверх этих двух еще раз снимаем среднюю приношу ее на правую затем две вместе возвращаю на среднюю иголку и левую поверх этих двух ну а дальше все как в первом варианте то есть первый ряд накладываю потом выдвигаем иголочки в переднее нерабочее положение и так как каретка у меня находится справа я рычаги частичного вязания ставлю слева в рабочее положение справа не рабочее чтобы у меня сначала сделал накид и а потом провязанную ну и третий вариант трех вместе да теперь мне надо чтобы у меня и правая и левая петля уходили туда вперед а вот средняя уходила сюда назад то есть что я для этого делаю я снимаю среднюю затем перебрасываю ее на правую снимаю их вместе затем переношу на левую и потом уже все их три переношу на среднюю то есть таким образом у меня вот эти крайние петельки они ушли вперед обе и то есть там будет как бы вот они вот так вот идти как бы елочкой будет идти не будет этой дорожки еще раз то есть я сначала переношу среднюю на правую затем вместе эти две петли я переношу на левую иголочку и уже три переношу на среднюю еще раз среднюю переношу на правую затем эти две переношу на левую иголочку и возвращаю на среднюю единственное здесь такой натяг получается да и лучше потом их выдвинуть вперед но опять же будьте внимательны с рычагами частичного вязания чтобы эти петельки потом провязались можно сделать попроще можно вот например две перенести затем мы левую сначала переносим на среднюю а потом эти две возвращаем серединку может быть вам так удобнее будет то есть вот тут тоже два варианта да то есть начало мы среднюю переносим на правую затем мы левую петельку переносим на среднюю затем возвращая получается то же самое две петли правая и левая у нас уйдут вперед ну а дальше все также провязываем 3 ряда не забываем менять рычаги частичного вязания переста переключать чтобы она все провязалось надеюсь что мое видео опять вам было полезно и поможет в создании новых наших шедевров вязание то есть я пытаюсь всегда донести что машинка это не просто лицевые изнаночные петли ну да приходится здесь вручную все это делать нет у меня журные каретки не факт что она смогла бы это сделать то есть возможности машинки наверное безграничны то есть все конечно можно перенести на нее но кое-что можно и облегчить себе жизнь немножко и ускорить процесс вязания была рада что вы ко мне зашли на канал буду рада вашим отзывам откликом буду рада дружбе общению может какие то не знаю у вас свои пожелания есть всего вам всем доброго хорошего настроения весеннего хорошего настроения у нас сегодня солнышко и прямо так радостно всего вам доброго